Вы узнаете, кто эта девушка? Скажи, пожалуйста, ты знаешь, кто это? Нет. Ну, серьезно? А если приблизить? Нет. Кто это? Ну, это вообще моя жена, блин. Аня Губер, я тебя узнал. Знакомьтесь, это Анна Губер. На Ямал переехала из Ханты-Мансийского автономного округа. Всего три года назад вслед за мужем Евгением. Невероятно чуткая, творческая, непосредственная и целеустремленная. Ее профессиональному росту может позавидовать да кто угодно. За несколько лет она сменила не одну руководящую должность. Стала автором и организатором форумов «Среда» и «Кодред», а также ведущей ямальского молодежного интернет-шоу. Самое статусное шоу медиа-канала «Я молод» на ковре у «Губер А». Ведущая Анна Губер вызовет на ковер самых ярких молодых руководителей и вытянет из них то, чего нельзя узнать на совещании. Идея шоу – это, конечно же, идея департамента молодежной политики и туризма, этих креативных специалистов, креативных голов. Как все получилось? По звонку буквально мне позвонили ребята и сказали, «Ань, есть такая идея, у тебя вот очень классная фамилия, очень классное имя, вот при сочетании, вот если наоборот поменять, получается очень интересная должность в сокращении, такая, ну да, так-то действительно. А что, если мы предложим тебе шоу, которое будет называться «На ковре у Губера»? Или «У Губер А». Ну, как угодно можно прочитать, такая игра слов. Мне безумно понравилась идея, я говорю, блин, классно, давайте делать. И мы запустились, это было в прошлом году, мы сняли первый пилот, 5 серий, 5 выпусков. Проект будет продолжаться, отзывы довольно неплохие о нем. Но поскольку пилотный был проект, мы сейчас понимаем, какие вещи необходимо доработать, на чем еще акценты сделать и так далее. Соответственно, в следующем году, я надеюсь, что мы сделаем уже следующий сезон, второй, пригласим интересных гостей и, конечно же, очень ждем, жду я лично в гостях у себя Дмитрия Андреевича Артюхова, тем более, что он подтвердил, что готов принять участие, это было в прошлом году, также на итоговом событии ему от «Конф». Поэтому мы все в подкушении. У меня закончилась трудовая книжка уже к 2019 году. Работала я много кем. Скажу откровенно, я была и продавцом, и консультантом, я была пиар-менеджером, я там кем только ни была. На радио успела чуть-чуть поработать, ну, то есть везде по чуть-чуть, на госслужбе была, и я прям была в активном поиске. Меня вроде и в одну сферу тянет, и вот это мне интересно, и вот это, и вот это, и вот то. Наверное, от этого у меня такое большое количество проектов, и вообще вот моя сфера деятельности, она такая расширенная. Поэтому я в каком-то еще поиске нахожусь, но пока для себя уже понимаю, нащупываю то направление, тот вектор, которому больше нужно стремиться и двигаться. Жизнь вообще – своеобразная форма забега. Двигаться надо, желательно – вперед. А если уж побежал, то руководствуйся принципом – нас не догонят. Молодежная политика сыграла важнейшую роль в моей жизни. Я никогда не думала, что в принципе с этой сферой столкнусь. Я раньше не сталкивалась, даже не знала, что как таковое движение, оно вот настолько серьезное, настолько масштабное. Это была неожиданность, это было открытие настоящее. Я приехала, когда сюда, в Муравленко, мне удалось сразу же попасть на хорошую должность, на хорошую работу. Я пошла в наш многофункциональный клуб молодежных инициатив, тогда он назывался по-другому. И моя трудовая деятельность как-то началась, вот, не скажу, что прям стремительно, но я сразу вникла в процесс, потому что механизмы работы мне были ранее понятны благодаря моему предыдущему уже бэкграунду. Соответственно, я понимала, как что обстоит, вникала, сразу же практиковала и, ну, стало получаться действительно. Потом пошли конкурсы, пошла какая-то такая уже творческая деятельность, меня привлекли на сцену. Я раньше пела, ну, лет 15 точно на сцене, это школа, универ. Потом этого не стало, я поэтому очень сильно грустила. А тут такая возможность, и тут всех ждут, всем рады, поэтому для меня это был просто очень крутой момент. Я вернулась снова на сцену, очень кайфовала, пела, репетировала, все было классно. Я, наверное, в какой-то момент абстрагировалась и думала о том, что вот я здесь, я приехала, мой же выбор пал на этот город не просто так, потому что я приехала за человеком. Значит, сейчас я нахожусь здесь, в принятии, и максимально сосредотачиваюсь на том, чтобы работать, как-то в карьере продвигаться, самоверенно мой человек, мой муж. Все, будем делать, что будет дальше, посмотрим. Вот с такими мыслями я приехала, с ними живу по сей день. Я точно не везунчик. Ну, по крайней мере, в конкурсах на какие-то подарки, когда там разыгрывают какие-то телефоны, я ни разу не выигрывала, я точно пахарь. Ну, это сейчас прозвучит, опять же, может, очень пафосно, не знаю, но я трудоголик, правда, вот кого не спроси, я заморачиваюсь очень сильно в работе. Наверное, еще это и помогает, уверена, что это и помогает мне добиваться определенных результатов, потому что я очень скрупулезная, я очень дотошная, я очень требовательная. В первую очередь, я безумно требовательный к себе человек, я очень самокритичная. Моя требовательность распространяется, конечно же, и на людей, которые рядом со мной находятся. Бедный муж от этого страдал какое-то время, но сейчас все в порядке. И с сотрудниками, конечно, от этого тоже есть определенные трудности в процессе, но это все во благо, и, конечно же, момент адекватности, он тут, безусловно, самый главный. И вот эта скрупулезность, эта ответственность и желание делать качественно и хорошо во мне всегда играет в первую очередь. Поэтому я всегда дотошна до всего и с большим трудоголизмом подхожу к задачам, которые передо мной стоят. Одно поколение словно волна, набегает на другое, совсем не зная друг друга. Сейчас я участвую в проекте «Голос поколения». Это образовательный проект от «Голос молодежи». Я попала в него среди 200, по-моему, да, 200 участников со всей России. Это тоже, ну, такой неплохой довольно результат. И мне бы хотелось, конечно, посмотреть, сейчас второй модуль у нас будет в декабре происходить. Очень хочется понять, что смогу я там, чего достичь, к чему прийти. Для меня это тоже будет, наверное, такая финальная точка в этом году. Хочется понять вообще, что буду стоить там, среди других лидеров, и вообще, действительно, что из этого получится дальше. Ну и у нас итоговое событие в сфере молодежной политики. Это ЕМОЛОД.КОНФ, на который меня пригласили в качестве ведущей вместе с моим коллегой. Поэтому тоже будет для меня такой новый опыт перед таким большим количеством людей выступить уже в качестве ведущей. Поэтому тоже хочется себя попробовать, показать с хорошей стороны. И буду надеяться, что все получится. Если твои планы рассчитаны на год, сей проса. Если твои планы рассчитаны на десятилетия, сажай деревья. Если же твои планы рассчитаны на века, воспитывай людей. Мне просто сама тема наставничества сейчас очень интересна. Наставничество, коучинг. Мне кажется, что к своим 29 годам я некий опыт-то имею. Поделиться есть чем. Более того, и сотрудников своих, прошлых, настоящих. По возможности направляю в каких-то ситуациях и моментах. Люблю давать советы. Мне прям хочется подкрепить знания как руководителя в ряде моментов. И как раз-таки начать практиковать уже наставничество. Чтобы помогать ребятам, помогать молодежи. Помогать не только молодежи. Развивать себя. Понимать, в каких направлениях двигаться. То есть я сама к этому какими-то путями, тернистыми, не тернистыми, но пытаюсь дойти. И вот с помощью своего опыта какого-то и знаний хочу направлять других людей. Помогать, кому эта помощь будет нужна, необходима. Кто, глядя на меня, подумает, да, наверное, я бы хотел пообщаться и узнать опыт. Ну и чтобы какую-то консультационную помощь получить. Я могу принять поражение, но я не могу принять отсутствие попыток. Если я получала какой-то отказ, я с ним абсолютно адекватно смирялась. Понимала, что если мне это надо, то надо просто подучиться, подразобраться, поднатаскаться и попробовать еще раз. Поэтому история с отказами, она имеет место быть всегда. Я к этому вообще максимально адекватно отношусь. И своим друзьям, с кем общаемся, с подругами тоже рассказываю, что нет смысла из этого так переживать, расстраиваться, нервничать. Иначе какой-то знак, возможно, шаг для тебя очередной. Попробовать себя либо в чем-то другом, либо наоборот изучить побольше эту сферу, проникнуться в нее и попробовать еще раз себя. Никогда не отказывайся от своей мечты. Наверное, у меня очень примитивные, очень такие материальные мечты, наверное. Это, не знаю, там купить дом классный, квартиру, там, не знаю, приобрести крутую свою машину. Очень хочу папе подарить машину. Я бы, наверное, хотела никогда не болеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова